Многие в последнее время стали все отчетливее понимать то, что официальная историческая наука очень далека от реальности. Весь исторический материал, который нам навязывают со школьной парты, не только сильно искажен и фальсифицирован, из него полностью исключены и преданы забвению более половины реально происходивших событий. Получается, ничего общего с наукой в классическом ее понимании у современной, так сказать, исторической науки нет. Она зависима от текущей политической ситуации и подавляющее большинство утверждений этой исторической науки не подтверждены. Кроме того, после развала Советского Союза эта, так сказать, наука выдала себя с потрохами. Она начала разделяться. Разделяться в каждой из бывших стран суслагеря и бывших республик этого Советского Союза. Формируя в каждом из таких новых государств свою собственную историю, которая в корне противоречит соседям. Причем эти фальсификации и искажения в бывших частях Советского Союза, а ранее Российской империи затронули не только события двух-трехвековой давности. Они затронули временной период менее 100 лет. Искажены даже события 30-летней давности, времен развала этого Советского Союза. То есть та информация, которую помнят еще половина его жителей. А еще учебники истории рисуют нам очень схожую с Российской империей и Советским Союзом историю нашего южного соседа, у которого в начале 20 века случилась та же беда. Российская империя погибла вследствие революции 1917 года, а Османская вследствие такой же краснофлажной революции только чуть-чуть позже, в 1923 году. После чего эта Османская империя, якобы вечный антипод российской, вследствие этой революции потеряла огромную часть своей территории. А оставшаяся часть, полуостров Малая Азия, стала называться Турецкой республикой. О, пролетел истребитель F-16. Мы находимся в центре кони. Вот F-16, смотри, какой... А, это вообще F-18, красный пилотажной группы, что ли, какой-то полетел. А вот старевочная мастерская отсюда, как у нас, там, в советское время, в Баку или еще где-то, ездят старевщики, собирают старые вещи и привозят на сдачу. У нас, конечно, такого уже нет, очень колоритно. А история в учебниках этой Турецкой республики, кстати, сегодня достаточно сильно отличается от учебников России. Итак, давайте разберемся. Исследуя Турцию в поисках ее истинной истории, мы посетили множество центральных и провинциальных музеев. Искали мы османскую утраченную культуру, которая, кстати, очень красочно описана в исторических учебниках и художественных фильмах. А главное, мы искали язык, на котором говорили османы до 1923 года. Вот, в общем-то, то, что и показывает общую турецкую картину. Этнографический музей провинциального турецкого города Кония. Многие зрители просили продолжить публикацию материалов из этого города. И вот мы продолжаем. В путешествии по Турции мы прошли множество музеев, стамбульских музеев Конии. Что хочется сказать? Что нету никакого дюркского языка и близко. Нет вообще на нем никаких надписей. Как раз до 1923 года, когда он был введен атотюрком, фактически. До того, все надписи у нас чисто на арабском. Где-то встречаются персидские. И потому, действительно, мы не можем нигде найти образца. Я уже не раз обращал в своих работах, что то, что тюркологи, допустим, выдают за тюркский язык, это руны. А руны, они для всех одинаковые. В принципе, славянские. И никуда тут не денешься. Продолжаем искать тюркский язык. Вот следующий. Газеты. Давайте посмотрим. А вот 51-я. Ну, газеты, они уже достаточно позднего периода. Вот 51-го года газета. Юлер Мак. Турецкий язык. Который появился после 1923-го года. Вот что-то по-арабски. 1949-й. То есть, получается, в 1949-м году еще использовался в обиходе язык арабский. То есть, это нерелигиозный образец письменности Корана. Как обычно, строфы из Корана по-арабски пишутся. Это какой-то бланк. Мы не можем сказать, какой. Вот опять турецкий. Вот газета 1949-го года. Тоже турецкий язык. Но больше я, в принципе, и не вижу. Только был один нерелигиозный документ на арабском. Датировался 40-ми годами 20-го века. Все остальное турецкий. Ну, действительно, нет у нас никаких образцов до 1923-го года. Все турецкие музеи показывают нам лишь одно. До окончательной победы революции младотурков в 1923-м году вся так называемая Османская империя писала чисто по-арабски. Причем писала на этом арабском не только привычные нам религиозные тексты. На арабском языке была и вся светская переписка. А если писали только на арабском, я думаю, всем понятно, что на нем же и говорили. Как же так? Где же великий тюркский язык и великая тюркская письменность? Как бы ни ругали наш современный русский, не обзывали его новоделом, именно на этом русском языке писали не только всем известные литераторы 19-го века, начиная с Пушкина. На русском и множество произведений века 18-го. Вспомните Ломоносова. Да, русский язык с времен этого 18-го века изменился очень сильно. Ломоносовский слог перешел, конечно же, в пушкинский. И это, кстати, было сильное упрощение. А это языковое упрощение, как ни странно, произошло не в начале 19-го века, как нам говорят историки, а в его средине. Подробнее об этом фильме стал ли Пушкин дюма. Реальная история еще круче. В 1918 году, после революции, русский еще раз упростили. Но все же и современный русский, и пушкинский язык, и ломоносовский слог 18-го века, все это язык один. И он легко узнается, несмотря на поздние упрощения. А где же язык тюркский? Где книги на этом языке хотя бы 19-го века? А их, оказывается, и нет. Ломка данного стереотипа у многих как раз сегодня и вызывает даже агрессию. Кто не верит, вот образцы письменности Османской империи. Никакого тюркского языка. Все арабская вязь. Может быть, даже где-то здесь встречается что-то персидское. Вот, скорее всего, это персидская надпись. А вот арабская. То есть использовались два языка, фактически коранических. Но на персидском встречаются кораны, на тюркском коранах вообще не встречается. Были какие-то попытки их сделать после 1923-го года, но как бы и все. То есть фактически у нас тюркский язык в оформленном виде получается еще раз только после 1923-го года, когда по заданию, так сказать, это тюрка, он был фактически за две недели изобретен. За тюркскую письменность до 1923-го года нам выдают всего лишь несколько рунических надписей. Одна из которых находится на береговой скале в районе среднего течения реки Лена. Сами посмотрите на эту надпись. Она нанесена краской и даже в скале не выдолблена. Сколько же реально этой надписи лет? Ученые ее датируют аж 14-м веком. Получается, они хотят сказать то, что этим петирунам, нарисованным на скале краской, аж 6 веков. Как думаете вы, сохранилась бы 6 веков такая вот надпись, учиненная темно-коричневой охрой и учиненная на открытом участке скалы, причем в Якутии? Я понимаю такие надписи и рисунки внутри пещер. Может быть они и сохранились в такой период времени. Но примитивная охра на открытой скале в Якутии 6 веков, это по-моему перебор. В переводе Окладникова надпись означает Азские бусы-добро в значении имущества. И получается эти азские бусы территория, то есть территория или имущество кого-то из якутов. Кстати, практически вся история современных якутов и базируется на таком вот историческом фундаменте, вот этой вот надписи, якобы на тюркском языке, на открытой якутской скале. Причем эта надпись повествует нам о собственности на землю. Но в этом народе, как ни странно, есть непреодолимая проблема. Оказывается свою письменность якуты некогда полностью утрачивали. Даже ученые задают по этому факту каверзные вопросы. Почему этот народ не восстановил свою письменность по памяти, если он ее когда-то имел? Почему они не передали свои знания потомкам? Не передали на новом месте после их перехода на реку Лена? По-моему, якуты пришли на территорию восточной Севилии, разрушенной античным потопом конца 17 века, не ранее века 18. И пришли они однозначно с юга, оттуда же, откуда и пришли все монголоиды. То есть с территории современной Чайны. Вот там им надо и искать свои корни, свою письменность, язык и прошлое. А тюркский язык якутам был навязан не ранее 20-х годов 20 века. Навязан вместе с письменностью. До глобальных катастроф, прокатившихся по нашей планете за последние несколько столетий, условия на ней были совсем иными. Земля была богата живыми элементами и минералами, поэтому люди жили очень долго. Одним из таких элементов был синтезит. Сегодня это средство, которое комплексно помогает восстанавливать ваше здоровье. Способствует омоложению организма и получению дополнительных сил и энергии. Участники экспедиции канала iSpeak и сотни подписчиков уже оценили его целебную силу. С начала продаж на видеоканале Синтезита набралось множество отзывов. Один из таких написал всем известный телеведущий Николай Дроздов. Я полетаю из постели и начну чем-то заниматься. Я тут до того, как я пил Синтезит, этого не было точно. А недавние исследования подтвердили отзывы людей о том, что Синтезит действительно подавляет раковые клетки. Я уже был по ту сторону жизни. Вот попал к онкологу, они посмотрели бумаги и отправили меня убирать. Ролик об этом вы найдете на канале Синтезит. Биоактивный минерал отлично усваивается и не вызывает побочных эффектов. Комплексно восстанавливая кровотворную систему вашего организма. В два раза увеличивает число здоровых стволовых клеток, которые в свою очередь и определяют наше здоровье и иммунитет. Ссылку на сайт, результаты новых исследований и промокод iSpeak, по которому вы получите скидку 5% при покупке Синтезит, вы найдете под этим видео. Мы зашли в подвал этнографического музея, здесь образцы ковров. Вот кусочек ковра, достаточно в хорошем состоянии, не выцвел, как будто бы он бабушкин ковер. А написано 13 век. То есть фактически этот ковер ровесник Александра Невского. Как вы думаете, действительно это так? Напишите в комментариях свое мнение. К русскому языку, даже в его ломоносовском виде 18 века, тоже очень много вопросов. Я думаю, до античного потопа, который произошел в конце 17 века, в пересчете на современное летоисчисление, или 3,5 столетия назад, язык был итрусским. Тот самый ломоносовский слог появился на его базе только после этого потопа, в начале века 18. Причем нестыковка первоисточника этого русского языка такая же, как и якутский тюркский на скале около Лены. Первым кириллистическим памятником является якобы Таманская стелла. Сегодня ее можно увидеть в питерском Эромитаже. И что же мы на ней видим? А видим мы на ней затертый первичный текст, поверх которого нанесен текст кириллицей. Но вернемся в 20-е годы 20 века, в тот период времени, когда якуты получили тюркский язык и тюркскую письменность. Именно тогда этот тюркский язык и создавался в Турции. Создавался отцом всех тюрков, Мустафой Кемалем Ататюрком. Вопрос остается один, на каком языке до 20-х годов 20 века говорил и писал каждый из народов, который сегодня называется тюркоязычным? Какая реальная история всех этих народов? Кто их истинные герои и прародители? Я думаю, там же где и реальная история народа русского, и его герои и прародители. Все они вычеркнуты и позабыты. Получается, турецкий язык ввели в обиход вместо арабского только после 1923 года. Но полностью население Турции перешло на этот язык только к 50-м годам 20 века. Что мы и видим по встречающимся до этого времени светским надписям на арабском. То есть переход на этот турецкий язык в Турецкой республике произошел, конечно же, не сразу. А как раз через 20-30 лет, то есть через два поколения. Хотя Мустафа Кемаль в целях скорейшей диареализации ставил срок перехода в 3 месяца. Изменение языка Ататюрк закрепил законом об изменении и введении турецкого алфавита на базе латинского от 1 января 1929 года. Закон стал обязательным для всех общественных публикаций. Но как мы видим по светскому документу на арабском, датированном 1949 годом, реально этот переход затянулся практически до 50-х годов 20 века. Но самое интересное, турецкий язык был создан армянином Акопом Мартаяном, директором одного из константинопольских колледжей. Вопрос один. На базе какого языка армянин Акоп Мартаян создал турецкий? Посмотрите отрывок из недавнего моего фильма под названием «95% из нас предпочтут этого не знать». Ложь о главном запустили лишь 100 лет назад. В Османской империи, распавшейся окончательно в 1923 году, проживало множество народов, имевших свои культуры, религию и языки. Материальные свидетельства, каменные и металлические артефакты по всей Турции показывают нам в основном три языка. Языка написания текстов. Греческий, латынь и арабский. Во второй половине 19 века, как пишут историки, Османская империя представляла из себя некий халифат, то есть находилась под прямым управлением исламской религии. Вся религиозная и большая часть государственной документации, оказывается, писалась по-арабски. В 1923 году, сразу после установления Турецкой республики, Мустафа Кемаля-Татюрк одним из первых же указов избавил государство от управления религией. То есть он объявил светское государство Турецкая республика. Отделение этой религии от государства включало все сферы деятельности, от отмены законов шариата до избавления системы образования от религиозных учений. Но какой же был язык в Османской империи? Ответ на этот вопрос почему-то оказался загадкой. В музеях встречаются документы осман в различные периоды, на греческом, на латыни, на итальянском и даже французском. Но в поздний период своего существования Османская империя, похоже, полностью писала по-арабски. О чем свидетельствуют надгробия, почему-то сохранившиеся только со второй половины 19 века. Но как же тогда выглядел тюркский или турецкий в Османской империи в ядре цивилизации тюрков? Как ни странно, никак. Историки нам загадочно пишут, что якобы в османские времена турецкий язык был тяжелым и искусственным, заимствуя в арабском не только слова, но и целые выражения и грамматические правила. Кроме арабского в этом языке существовала очень серьезная примесь персидского. С годами турецкий язык становился все более неудобным. Странно, почему? Ведь языки всегда развиваются в обиходе в сторону их упрощения. Идем дальше. В период длящейся младо-турецкой революции, начавшейся еще в 1908 году, начали издаваться газеты на каком-то упрощенном турецком языке. Вот похожий ответ на вопрос. После 1908 года, когда власть в Османской империи только начинали брать эти младо-турки, и начали вводить в обиход по пути превращения Османской империи в Турцию какой-то турецкий язык. В 1923 году превращение состоялось. Появилась Турецкая республика вместо Османской империи. И в этом же году по указу Ататюрка был создан турецкий алфавит на основе латинских букв. То есть, наполовину арабский, а наполовину персидский язык, называющийся турецким, был переведен на латинский алфавит с арабского алфавита. А то, что до этого писалось только по-арабски, очень хорошо видно по Стамбульским кладбищам. И писалось так именно со второй половины 19 века. Исключительно арабский надпись. Как обычно, кладбище первой половины 19 века толком не сохранилось. Но в экспедиции канала Айспик нам удалось найти надгробие того периода, первой половины 19 века. Ими выслан двор в монастыре Балаклы под Стамбулом. Посмотрите сами. Ну да, один из несбитых знаков. Орлица с двумя яйцами, да? Два яйца и орлица. Знак несбитый. И тоже язык странный. Ну, вроде бы как греческий. Каких-то очень много букв, которых сегодня они используют. Это тоже первая половина 19 века, 1833 год. Ну да, если там где-то читается еще. А вот рядом знак спит веннический. Это ж надо ж так было. Все подочищали. Вот это ж надо ж так было. А вот следующее, смотрите. Это ж много знаков. Посмотрите, сколько усилий, чтобы вот эти вот... Еще вот знаки забиты. И здесь тоже никакой не исламский и не христианский. Какой-то многоугольник. Получается, использовали плиты, но заранее с них позбивали все знаки. Чего они боялись? А вот тука, пожалуйста. Тука, тука почиватель, братец Новосибирь. И о ваннах, отра какого-то странного. Живой в Виталовске, родом. 1872 год. Апачил, апрель. 1891. 1891. Вот интересно написано. Исаак фармаколог фактически, да, по-гречески. А вот Марина говорит, что так образовались фамилии. Аглу. Марин, как это получилось? Аглу это сын. Ферман Аглу. Это, наверное, сын фармаколога. И у него потом стала такая фамилия. Ферман Аглу. Так получились турецкие фамилии. Да, с таким именем Исаак. Интересно. Исаак. Сульфармаколог. И можем прочитать по-русски епархия. И можем прочитать тарифе вефат и твефат и тмек. С турецкого на русский это время смерти. То есть он это умер. Но написано это кирильцей, что мы можем прочитать. Да, здесь тоже указано время смерти. Но тут уже нам прочитать не удалось. Похоже написано что-то 1830, я вижу. 1800. Ага. То есть это у нас первая половина 19 века. И очень действительно похоже на то, что мы имеем дело с настоящим османским текстом, не турецким. Турецкий язык появился у нас, видимо, гораздо позже. Вместе с самой Турцией. В первой половине 20 века. Когда у нас там 20-е годы 20 века. Тут на кирильце написано тарифе вефат. Вефат и тмек. Это представился. Представился. То есть начало как бы по-русски. Девушка туташ. Склонение меняем. Несколько склонений здесь используются ключи. Туташларда, Туташларабес, Туташка. И у нас получается Девушка. Девушка. Получается девушка. И вот это у нас суффикс и окончание будет использоваться в дальнейших словах уже. Бабушка, дедушка, лягушка, подушка и так далее. История. Тарих. Вот я затрагивал уже это слово. И здесь склонение берем Тарихсос. Тарихсос во всех иностранных словах, по-моему, тоже. Это будет означать без истории. Потому что у них нету своей настоящей истории. Своей настоящей истории. Почему об этом говорю? Вся мировая история. И это одна большая фальсификация. Была одна единая империя. Один язык. Все друг друга понимали. С небольшими изменениями. С измененными диалектами. Здравствуйте. Исамес. Моя фамилия Шехудинов. Зовут меня Рамиль. Тема сегодняшнего видео. История Древней Руси или Великая Тартария. Вавилонская башня. Взаимосвязь татарского и русского языков. Я думаю, все ясно. Греческие буквы, которыми записаны и русские, и какие-то арабско-турецкие слова. Ну, арабско ли турецкие эти слова? В общем, итоговая версия современного турецкого языка в 1923 году была подготовлена 29-летним армянином Агапом Мартаяном. Подготовлена всего за несколько недель. Алфавит включал в себя все основные латинские буквы и несколько дополнительных. Мустафа Кемаля Татюрк стал первым учителем нового языка, обратившись к народу. Мои друзья, наш богатый гармоничный язык сможет выразить себя новыми турецкими буквами. Мы должны освободиться от непонятных значков, которые в течение веков держали наши умы в жестких тисках. Мы все должны быстро выучить новый турецкий язык. Я думаю, дальше продолжать не стоит. В общем, в 1923 году на картах мира появилась не только Турция, но и ее новый тюркский или турецкий язык. А реформа, или лучше сказать образование этого тюркского или турецкого языка, стало основой для окончательного оформления вариантов этого языка даже на территории Советского Союза. Именно Ататюрк призвал тюркские народы из соседнего СССР к языковой реформе. Избавление от арабского алфавита и перехода на латиницу. Для этого Ататюрк или отец тюрков основал в Турции лингвистическое общество, ставшее центром распространения тюркского языка на планете. Напомню, до реформы так называемый турецкий или тюркский язык состоял из смеси персидского и арабского и записывался именно арабским алфавитом. Но какие же тогда слова в этом языке были исконно тюркскими? Многие знатоки арабского языка говорят о том, что арабскими буквами можно записать только исключительно арабские слова. В общем дальше, избавившись от большей части арабизмов, в новый турецкий язык ввели слова из европейских языков, из французского и итальянского. Чтобы никто не понял, часть введенных слов исказили, поменяв местами слоги и расположив их в некоторых словах в обратном порядке. В СССР в то время происходил примерно аналогичный процесс. Создавалась письменность так называемых тюркоязычных республик, Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Узбекистана. В основном вместо латинского использовался русский алфавит, но разбавленный словами какими-то непонятными буквами. А вместо арабских слов, по аналогии с турецким языком, были введены не европейские, а русские слова. Также с переставленными слогами и обратным их прочтением. Дальше затрагиваем цифры. Сорок и корот. Здесь у нас ключ С меняется, это К меняется на С. И обратите внимание, две буквы И, заместо них мы вставляем букву О, как бы ключ поворачиваем, и остальные у нас все на одной позиции находятся. Р на одной позиции, К, и у нас получается слово сорок. Родина Йорт. Йортун, да, родина. Дастан и Дегей, для татар Йорт, это означает родина. Йортун, да, внутри сидит слово Ро, Д, И, Н, А, родина. Также раб, кол, кол, ларабес. У нас получается раб, рабы. Ну, в общем, это тема отдельного исследования. Именно ей сегодня на достаточно серьезном уровне занимаются некоторые лингвисты. Но снова Сергей Игнатенко сказал бы, что я этим исследованием унижаю тюркские народы. Но напомню, свои корни нужно знать всем народам и не только тюркским. И корни нужно знать истинные, а не придуманные. Наш русский язык точно так же и в то же время исказили большевики, превратив дореволюционную азбуку в фонемный алфавит. А до того, в 19 веке, произошло еще более ужасное искажение русского языка, заменившее так называемый ломоносовский слог на тот язык, на котором писал нам всем известный Пушкин. Подробнее об этом в фильме «Пушкинские времена. Новые и старые сенсации». Так что жертвами в этом процессе фальсификации истории являются все народы. И османы, названные турками, и булгары, названные татарами, и татары реальные, переименованные в азербайджанцев, и, конечно же, сами русские. Если вам надо переехать с любой точки мира в другую точку мира, ну, конечно, не так далеко, вот, как нам сегодня надо проехать порядка 200 километров, заказывайте трансфер в gettransfer.com. Вам не откажут. Если вы введете промокод AISPIC, вам сделают скидочку 5%. Поехали! Мы заходим в фотографический музей города Кони. И посмотрите, ничего не напоминает рабочие колхозницы, красный флаг, ну, здесь, конечно, не красный, но флаг со звездой и полумесяцом. Если убрать полумесяц, Советский Союз, идеология. И вот красный флаг. В общем-то, очень похоже на наши советские времена. И, действительно, по всей Турции мы видим, во-первых, красные флаги, звезда, конечно, только у нас с полумесяцем, и кругом у нас памятники Мустафе Кемале Ататюрку. В общем-то, если так, не знающий человек скажет, что это памятник Ленину, тот же мужик в кепке или тот же лысый мужик, извините за выражение. Ну, действительно, идеология строилась, что в Советском Союзе, что в Турецкой Республике, которая появилась в 1923 году вслед за Советским Союзом, очень похожа и строилась из одного центра, однозначно. В общем-то, я думаю, все все поняли. Турецкий язык был создан окопом-мартанянам из русского. А как его создавали, хорошо показал Равиль Шапсуддинов. Создавали путем перестановки и обратного прочтения слогов или целых слов. Что же мы с вами в итоге видим, если отбросить все догмы, навязанные нам официальными историками? Новая, более примитивная цивилизация, вещи которой мы и видим в однографическом музее Конии, построила свои примитивные домики на руинах красивейшей цивилизации античной. А эта античная цивилизация погибла реально, напомню, совершенно недавно. Истинные датировки ее гибели показывает сохранность предметов и новая хронология Носовского и Фоменко. При этом малочисленное население, заселявшее после античного потопа разрушенную и обезвоженную Малую Азию, строило на руинах античных зданий такие вот деревушки, как это, Кайкей. Смотрите наш фильм. Вот и откопали засыпанный дом, а там такое наши предки Хоббит. Но почему-то, видимо, к середине 19 века население современной Турции вдруг раскололось. И раскололось по религиозному признаку. Те, кто стал христианами, в 50-70 годах 19 века просто покинули территорию Малой Азии и стали называться греками. Сегодня христианское население этой, так сказать, Османской империи, мы знаем, как эти греков, румын и болгар. Все эти страны тогда, в средине 19 века и начали свое образование. Образование, отделившись от Османской империи. Пусть пока мы оставим такое имя этой огромной территории. На полуострове Малая Азия или современной Турции осталось только магометанское население. Вытеснившее всех греков или христиан. Оно стало называться Османами, а после 1923 года Турками. И почему-то эти турки отделили свою историю от истории христиан-греков. Посмотрите эту деревушку Каякей, она якобы греческая. Магометанам-туркам эта история не нужна, а свою историю они строят заново. Но сегодня в Турции пытаются выдумать себе древнюю историю, показывая новодельные якобы древние их поселения. Вот такой пример. Этническая деревня в горах недалеко от Сиде. Как нам говорят экскурсоводы, дома здесь построены по технологии называемой бутон или кнопка. Но сами посмотрите, эта технология совсем непрактична. Все эти дома современные новоделы. Многие из них завалились уже через несколько лет после строительства. Мы находимся в деревне Сарихаджилар в Турции в горах. Нам показывают технологии строительства домов, которые уже 600 лет здесь строятся. Называется она пуговичная, которая основана на деревянных, скажем так, деревянной опалубке. Но не сплошная, а через ряды. И между ними камни. И нас хотят уверить, что они простояли здесь 600 лет. И при высокой температуре и такой влажности, я думаю, что эти дома не простоят и 50 лет. Быстрее всего, что это туристический новодел. И мы видим, что вот дом недавно построен, он уже начинает разрушаться. Эта турецкая деревушка, построенная совершенно недавно, выдается как древнейшая. А домики тут построены на некой кнопочной технологии, без раствора. Мои исследования показывают то, что сама арабизация Малой Азии произошла не ранее 60-70-х годов того 19 века. Именно тогда некая Османская империя и разделилась на христиан-греков и магометан-турков. И именно из-за такой недавней арабизации, которая, получается, еще не укоренилась, Мустафе Кемалью Ататюрку в 1921-1923 годах через революцию так быстро удалось покончить с этими османами. Или лучше сказать, арабами-магометанами. Да, Мустафа Кемаль создал хотя и магометанское, но все же светское государство, Турецкая республика. Вопрос тут, конечно, один. Какой же была эта Османская империя до ее арабизации в 70-е годы 19 века? То есть до раскола на христиан-греков и магометан-турков? На этот вопрос мы и пытаемся ответить в экспедициях канала Айспик. А что по этому поводу думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео и не забудьте поставить лайк. Конечно, пока мы очень далеки от представления о прошлом. Кроме вопроса, чем же была эта Малая Азия до средины 19 века, возникает еще ряд других вопросов. Неужели это и было то самое арабское завоевание, которое официальные историки датируют 7-8 веками нашей эры? Неужели оно реально происходило в средине 19 века? Еще вопрос, кто такие сами арабы? Похоже, это те, кто после потопа 17 века присвоил себе имя и язык арабов настоящих. Тех самых арабов античных. Еще вопрос, почему Мустафа Кемаль, ставший впоследствии отцом всех тюрков, так яростно производил диарабизацию, созданную им Турецкой Республики? А пока вернемся в Конью и продолжим исследование этого города. Я вам покажу, как примитивное, выжившее или заселенное после античного потопа население Малой Азии, кстати, очень маленьких людей, строило на античных руинах из обломков же античных сооружений свои религиозные здания. Итак, мы на очередном бугре, где когда-то находился так называемый хер. Называется холм Атадина. Это самая высокая точка Конии. И здесь музей на этом холме Атадина. И что еще хочется интересного сказать? Герб этого города Кония почему-то двуглавый орел. Точно такой же герб, как у Византийской империи или у Российской. Но мы в этом будем еще разбираться. Мы сейчас в мечети Ала-Адина. Это сооружение стоит на вершине холма Ала-Адина. И сочетается самой старой мечетью Конии. Но мы, конечно, понимаем, что это античное сооружение, внешние стены, поздняя античка, плинфа, так как ее нужно ложить, то есть по ее основному назначению. И так как все-таки это одна из церквей общего ведизма, мы попробуем просто здесь посидеть и посмотреть на свои ощущения, что же будет в мечети. Показывает якобы старинные колонны, которые здесь были. А по образу и подобию уже сделаны внутренне. Ну, один специально для посетителей. Колонны, на мой взгляд, все натуральные сделаны вручные. Почему? Первое. Мы видим узоры, мы видим узоры, значит, естественного камня. Вот здесь очень хорошо они видны. Они не повторяющиеся нигде. Причем они идут по большой глубине с разводами, которые трудно сделать замесом. И второе. Я посмотрел на выработку колонн, на выборку. Она гуляет примерно на 1-3 сантиметра. Мы до сих пор колонн с таким изношем не видели нигде. Но я вот добавлю, на мой взгляд, может, я не прав, я думаю, эта колонна просто зачищена. Да, вот эти, почему, потому она такая неровная. То есть она не соответствует по диаметру. Видишь, что есть его? Вот ее истинный диаметр. Снято примерно вот столько. Видишь, капиталит, нет, нет, да. Это могло. Да, вот ее сняли и сделали какое-то подобное рисунка, но она тоже не вручную. Это уже современный инструмент. Вот это болгарка. Вот это болгарка. То есть материал колонн зачищен, а были они гораздо толще. И, скорее всего, это бетон. Это бетон. Вон, смотри. Вот узоры у меня не сильно стучали. С прозорами. Бетон. Ну, мы часто видели такие. И тоже думали, когда-то что это. Элементарные. Да, элементарные. Элементарные. То есть они вообще не делают? А? Думаешь, вообще нет? Нет, вон, аршивальная форма была. Видишь, как ее запилили, сняли с нее просто. Да, вот те колонны, которые уйти, они, видишь, они годы-годные. Безверки, без стук. Безверки, без стук, без стук. О, ты ее видишь, а эта скульта меньше стаяет. То есть капитали все стандартизированные верхние, а колонны разные. То есть износ был, видимо, такой, что просто поснимали и заново зашлифовали. И делали это совсем недавно. Я думал, действительно, вот он, диаметр колонн совпадал с этой. Вот реальный диаметр колонн был с посуды. То есть сняли с 21 метра. Ну да, тут есть вот странность в том, что вот здесь у нас выработка составляет почти 20 миллиметров. А вот с этой стороны выработка миллиметров 10, даже меньше, миллиметров 8. Ну это не выработка, это стыковка. То есть это капиталь отдельный миллиметров. Если предполагать, что ее обработали, то с этой стороны ее меньше обработали, а с этой больше. И она кривая на нее. Да, поэтому она кривая. При строительстве этого позднеантичного здания, то есть здания эпохи Возрождения, построенного, видимо, после 14 века, на обломках раннеантичного здания. То есть при его строительстве использовались колонны раннеантичные. Вот она, раннеантичная колонна. Это действительно бетон, скорее всего, и очень высокопрочный. То есть 700-800, Саш, наверное, да? Сейчас замерим опять. И та же самая версия. То есть в раннюю античку все элементы строительных деталей, колонны, фасады, были гораздо круче, чем поздняя античка, не говоря уже о наших временах. Вот, ранняя античка, это что-то с чем-то. Это мы даже не будем сейчас думать, это литье или машинная резка. Это нужно действительно смотреть. Но следов резки никакой нет. Может, конечно, это шлифовка, все такое. Но это очень старая вещь, действительно. И очень серьезная. То есть она вот идет, она вся цельная. Она еще состыкована наверху. Да. И вот они стоят, многие из них, тревенько. Что еще раз свидетельствует о том, что устанавливалось. То есть они лепили из того, что было, но это лепка позднеантичного периода. Это не межпотопная цивилизация. Колонны совершенно разные. Какие-то новые, какие-то использовались старые. Как будто там. Но все это очень высокотехнологично. А потом из принца складывали вот эти вот арочные перекрытия. Античный стыковочный элемент. Вот тот старый античный металл, действительно, залитый он свинцом. Конечно, отколоть бы его, посмотреть, что это такое. Ну вот металл сколько лет. Ранее античка, а он без ржавчины. Это что-то иное. Но мы уже давно это предполагали. Если у нас будет возможность, где-то, конечно, его отпилим на специальный анализ. Но пока вот так. То есть колонны, вот тоже следы уплотнителя, который когда использовался в виде мягкого металла, свинца. Использовался еще белый свинец, кроме такого. И вот просто стыковались части колонн. А тут еще интересный момент. Сейчас покажу. Как шла исламизация. То есть это же мы видели и у нас в стране. В горячем ключе такая же колонна в парке стоит. Примерно такая же светлая. И на ней нацарапаны строки из Корана. И здесь то же самое. То есть в исламский период зачистили и более низкотехнологичным способом нанесли арабские надписи. Могилки непростые. Да? А что, Иван? На что обратил внимание? Чуть. Могилки непростые. Тут лежит кто-то очень серьезный. И все могилки, по-моему, без подписей, да? Да, все могилки без подписей. Ну, к одной подходишь, трясет, к другой подходишь, трясет, поменьше. А вон самая главная могила под навесом мавзолей, да? Нет? Ну, она может и сделана главной, но чуть-чуть никак не очень. Ну, представьте, это вершина холма Алла-да-Тангина. То есть Алла. То есть вершина холма, на которой жил Бог. Вот главный мавзолей. Вот там. В этом окне мы видим замену фрагмента с элементами арабской надписи. Ну, они не удосужились даже напрячься и просто подобрать материал. Это замена. Мы видим здесь, ну, очень слабое качество исполнения, табличку. Но она очень интересна по содержанию. У них написано здесь, по сути, следующее. Восемь султанов, которые имеют отношение к этой мечети. Начинается с султана Мессуда I в 1156 год и заканчивается султаном Гиасиддином Кихо-Сревом III в 1283 год. Это 130 лет всего. За это время прошло восемь султанов. И Алла-1, именем которого названа эта мечеть, он здесь упомянут в пятом Алла-1 и Кейкобат I в 1237 год и без всякого выделения. Хотя можно было бы просто написать, что он был здесь в 1237 году. Это у нас самый центр Коньи. То есть отсюда у нас произошло расселение, скажем так, заселение всего города. Здесь у нас стоит по центру мечеть. И если смотреть шестью лучами, то у нас были бы основные достопримечательности всех народов, которые расселялись отсюда. Но они уже длительный период времени находятся на реставрации. И, к сожалению, в данный момент тоже закрыты. А так по всем вокруг холма Алла-1 находятся вот такие вот... То есть это говорит о том, что этот холм, скорее всего, имел звездную структуру крепости. И здесь есть египетская часть, да? Есть. А египетская часть это вообще загадка. Мы потом об этом будем говорить. А вот идет реставрация. Они решили все это перекрыть крышами и вот как-то восстановить. Но самое интересное вот. Саш, смотри. Турки всегда честные люди. Они рисуют даже в разрезе, как все было. Вот черная, это ранее античка. А вот на ней сложена уже эпоха возрождения. И вот как это будет перекрыто. Ну, они сейчас перекрывают в наше время, чтобы защитить. Разумеется, здесь раскопки. Вот, черная, это стены ранней антички. То есть постирающая. И закрыть. Не только защитить, но и закрыть ее. Ну, ее, в принципе, достроили еще тогда во вторую эпоху античности. То есть в эпоху возрождения ее достроили. Обломками. Отсюда же. Как это будет выглядеть? Да. Вот у нас слои. Ранняя античка. Высокотехнологичные огромные блоки. Намного больше прочности нажатия. Потом идет поздняя античка. Это уже бетонное сооружение, фактически, как мы показывали с принтфой. Я бы добавил и под ней, вполне возможно, лежат еще и мегалит. А под ней, конечно, стоит мегалитическое основание. На чем это все и построено. На чем это все и построено. Подписывайтесь на наш канал. Становитесь его спонсорами. В разделе «Спонсорство» вы сможете смотреть все наши фильмы без какой-либо рекламы. Там же мы публикуем более расширенный контент, чем в общем доступе. Продолжение следует...